Урок 10. Преобразуйте нежелательные энергии в более высокие частоты. Во время духовного путешествия могут возникать определенные энергии, которые необходимо высвободить, прежде чем достичь более высоких состояний. Эти энергии могут включать страх, гнев или горе. Их подавление приводит к уменьшению вибраций, которые приводят к уменьшению плотности. Вместо того, чтобы сопротивляться, мы можем активно преобразовывать эти эмоции в более высокие частоты с помощью алхимических практик. Возьмем, к примеру, страх и превратим его в веру. Когда ты начинаешь осознавать беспокойство, признай его с добротой и перенаправь свое внимание на позитивную мантру. Такую, как у меня есть все необходимые инструменты для преодоления. Вот это. Найдите минутку, чтобы глубоко вздохнуть и визуализировать, как вы уверенно справляетесь с ситуацией при поддержке своей внутренней силы или высшей силы. Превратите свой гнев в мощный источник мотивации. Держите свое раздражение под контролем, не выказывая никаких внешних признаков разочарования. Затем произнесите позитивную аффирмацию. Например, я направляю эту заряженную энергию силу на создание позитивных преобразований. Представьте положительные результаты от эффективного выражения ваших ограничений или требований. Направьте сильные эмоции гнева на поиск решений. Превратите свою печаль в признательность. Когда вы испытываете моменты грусти из-за отсутствия любимого человека, постарайтесь изменить свою точку зрения и сосредоточиться на оценке того влияния, которое он оказал на вашу жизнь. Продолжайте ощущать его любящее присутствие, которое остается энергетически доступным. Выразите благодарность за уроки и радость, которые они принесли. Это уважает их сущность и одновременно возвышает вашу. Чтобы справиться с другими негативными эмоциями, такими как истощение, зависть, недостаток, тревога или подавленность, полезно определить соответствующие положительные эмоции. Изменить свою точку зрения и перенаправить свои мысли, а также сосредоточиться на новой желаемой вибрации. Обязательно включи практики эмоциональной алхимии в свой набор инструментов по уходу за собой. Эффективное преобразование негативных энергий в просветляющие коды мудрости поможет тебе достичь более высоких частот. Ты обладаешь невероятной способностью превращать все в любовь. Регулярные практики благодарности могут значительно повысить твои базовые частоты, когда ты стремишься повысить свою вибрацию. Когда мы решаем сосредоточиться на наших благословениях, а не на том, чего нам не хватает, энергия вокруг нас меняется самым мощным образом. Чувство благодарности помогает нам оставаться в настоящем и уменьшает негативное мышление, которое может истощить нашу энергию. Осознание маленьких радостей жизни, таких как прекрасный закат, детский смех, хорошее здоровье, чудеса природы и простые удовольствия, которые затрагивают наши чувства, помогает нам оставаться в настоящем. Минутку. Выражение благодарности может поднять вам настроение, вызвав выброс нейромедиаторов хорошего самочувствия, таких как дофамин и серотонин. Кроме того, это усиливает частоты, излучаемые нашим сердцем и клетками. С благодарным мышлением можно преодолеть менталитет жертвы или недостатка в чем-либо. Признавая и ценя изобилие, которое уже присутствует в нашей жизни, мы можем привлечь еще больше позитивного опыта, вдохновения и значимых связей. Существует множество способов без особых усилий привнести в свою жизнь больше благодарности. Веди дневник, в который каждый день записывай несколько вещей, которые приносят тебе благодарность, начиная от значительных благословений и заканчивая незначительными моментами. Постарайся почаще выражать свою благодарность людям, которые тебе не безразличны. Оцени ценность испытаний, которые, несмотря на свою сложность, помогают тебе расти и развиваться. Просто чаще улыбаясь, ты можешь ощутить внутренние изменения. Включи чувство благодарности в свою повседневную деятельность. Во время физических упражнений или поездок на работу, ты можешь зарядиться энергией, оценив свое хорошее здоровье и способность двигаться. Цените свое питание и выражайте благодарность фермерам и поварам за их усердную работу. Урок одиннадцатый. Это утверждение от вашего истинного «я». Аффирмации обладают огромной силой, помогая нам соединиться с нашим истинным «я» и повысить уровень нашей энергии, если они тщательно составлены. Вот еще несколько принципов, которые следует учитывать при составлении аффирмации, оказывающих сильное воздействие. Смотри на вещи с точки зрения своего подлинного «я», а не с узкой точки зрения «эго». Соединись со своей вечной божественной сущностью и прими свое врожденное совершенство и целостность. Выражайся в положительном настоящем времени прямо и ясно, используя слова «я есть» и «у меня есть» вместо «я буду» или «я хочу». Делая это ты, эффективно сообщаешь своему подсознанию, что желаемая реальность уже полностью проявилась в настоящий момент. Делайте свои утверждения краткими, позитивными и легко понятными для подсознания. Я излучаю яркое здоровье по сравнению с длинными и сложными утверждениями, которые наше подсознание с трудом усваивает. Включай элементы, вызывающие сильные эмоции, яркие образы и чувственные переживания, чтобы повысить эффективность. Испытай ощущение движения по жизни, когда твое утверждение превращается в осязаемую реальность. Включи регулярные аффирмации в свой распорядок дня, чтобы помочь перепрограммировать свой разум на позитивные изменения. Последовательность улучшает результаты. Ниже приведены несколько примеров аффирмаций, которые могут помочь повысить твою вибрацию. Я принимаю глубокую мудрость своей души в каждый момент. Я излучаю позитивную энергию, которая притягивает благословение и изобилие. Мир благословлен и вдохновлен моими творческими способностями. Я могу уверенно выражать свое истинное «Я». Получаю удовольствие от создания аффирмаций, которые глубоко резонируют с тобой. Эти техники могут привести к мощным преобразованиям. Если практиковаться с искренним намерением, у тебя есть сила направлять эволюцию своего сознания. Музыка и тембр голоса оказывают сильное влияние на наши энергетические поля. Некоторые мелодии и ритмы могут помочь нам подключиться к высшим состояниям сознания и высшим вибрациям нашей души. Резонансные частоты и намерения в Sacred Chance связаны с силами космического сознания и нашей истинной божественной природой за пределами эго. Устное повторение мантр семян помогает синхронизировать дыхание и разум, направляя энергию вовнутрь. Попробуйте Шантам и воспользуйтесь его мистической силой, чтобы пробудить свою интуицию и соединиться с единством всего творения. Произнесите слово Шанти, чтобы вызвать чувство спокойствия и гармонии. Харе Кришна соответствует принципам служения и дыхание духовной дисциплины. Изучи песнопения, которые могут помочь тебе раскрыть свою внутреннюю силу и проявить изобилие. А духотворенные, религиозные или вдохновленные природой музыкальные инструменты способны пробудить энергию сердца, делая нас более восприимчивыми к внутреннему руководству. Хрустальные чаши, гонги, колокольчики, барабаны и струнные создают успокаивающую вибрацию, которая помогает высвободить негативные эмоции, позволяя более ясному и более спокойное состояние ума. Ощути силу успокаивающих мелодий и ритмичных ударов, которые приносят ощущение спокойствия и помогают трансформировать достойные паттерны в плавное разрешение. Воспользуйся силой духовной музыки, которая перенесет тебя в необычные сферы, выходящие за рамки обычного. Урок 12. Используй вибрационную энергию, чтобы получать все самое лучшее. Важным, но часто упускаемым из виду аспектом сознательного управления вибрациями является развитие мышления, восприимчивого к желаемым частотам. Если мы неправильно настраиваем восприимчивость энергетического поля, мы препятствуем тому, что хотим привлечь. Представьте, что вы пытаетесь наполнить чашку, которая остается наклоненной, не давая воде стекать в нее. Представьте, что вы пытаетесь настроиться на радиостанцию, но забываете включить ее к розетке и обеспечить необходимое электричество для трансляции. Нам нужно создать среду, которая позволит нашим намерениям легко проявляться. Вот несколько полезных советов для повышения восприимчивости. Откажись от любых суждений, предположений или предвзятых представлений, которые могут ограничить возможности осуществления твоих желаний. Избавься от любых сомнений, которые заставляют тебя сомневаться в своей значимости, и сосредоточься на позитивных историях, которые дают тебе силы. Выключись в процесс эмоционального очищения, избавления от прошлого багажа и совершенствования самоограничивающих убеждений, чтобы создать более высокую вибрацию. Обращайся с искренними просьбами к квантовому полю, а затем расслабься, зная, что ты не одинок в своем времени. Доверься коллективной поддержке Вселенной, которая удовлетворит твои потребности. Удели минутку тому, чтобы оценить все, что происходит в твоей жизни хорошо, а также трудности, которые хотя и трудны, помогают тебе расти. Представь, что твое энергетическое поле расширяется подобно широко раскрытой воронке или распускающемуся цветку, поглощающему сияющий божественный свет. Прими возможность того, что изобилие придет к тебе удивительным образом. Один из прекрасных аспектов духовного пути заключается в том, что всегда есть чему поучиться, расти и расширять свою чистоту. Независимо от того, насколько глубоко мы погружаемся в себя в поисках истины, или сколько семинаров по личностному развитию мы проводим, чтобы расширить свое сознание. Всегда будут высшие состояния, которые нам еще предстоит открыть. Космическая игра, в которую мы вовлечены, предоставляет множество возможностей для роста наших душ. Поскольку мы постоянно приспосабливаемся к более глубокой любви, мудрости и творческим способностям на протяжении многих жизней. Мы постоянно совершенствуем наши навыки и прогрессируем в игре. Даже те, кого считают просветленными мастерами, по-прежнему признают эту истину благодаря вечной поговорке, в тот день, когда ты поверишь, что у тебя есть ответы на все вопросы. Ты перестанешь расти по-настоящему. Это подчеркивает понимание безграничной и сложной природы Вселенной. Вместо того, чтобы зацикливаться на конкретном конечном пункте назначения, к чему бы не воспользоваться бесчисленными возможностями для исследования. Избавиться от любых чувств нетерпения, сомнений или самоосуждения, когда кажется, что прогресс движется более медленными темпами. Верь в естественный ход развития сознания, в то, что оно происходит в должное время. Оставайся открытым внутренним призванием, которые ведут тебя к неизведанным территориям, как внутри тебя самого, так и в окружающем мире. Доверяй своей интуиции и принимай то, что кажется правильным, даже если это противоречит общепринятым духовным нормам. Исследуй неизведанную территорию и уверенно прокладывай свой собственный путь. Урок 13. Как мысли и слова влияют на вибрацию. То, как мы думаем и слова, которые мы выбираем для общения, оказывают значительное влияние на энергию, которую мы излучаем в любой момент времени. Наши мысли и речь преобразуются в электромагнитные частоты, которые генерируются активностью нашего мозга и сердца. Эти частоты затем излучаются наружу из наших биоэлектрических полей и влияют на окружающую среду. Позитивные мысли и слова, наполненные оптимизмом, признательностью и вдохновением, создают мощную энергию, которая привлекает благоприятные условия и единомышленников. С другой стороны, когда у нас возникают повторяющиеся негативные мысли или мы вступаем в самокритичный, тревожный или осуждающий диалог. Это может привести к дисгармонии и снижению самооценки. Наша общая энергия. Сложные ситуации и неспокойные отношения могут отражать наше психическое и эмоциональное состояние посредством резонансного эффекта. Когда мы испытываем низкие вибрации и на магните их. Похожие вещи притягиваются друг к другу. Мы можем легко отслеживать наши мыслительные привычки и внутренний диалог с внешним миром, а затем вносить коррективы, чтобы перенаправить поток нашей энергии на достижение положительных результатов. Замените циклы негативных фраз на позитивные утверждения. Избавьтесь от токсичных разговоров с самим собой, ведя дневник. Тщательно подбирайте слова, чтобы избежать сплетен или резких выражений. Выражайте сочувствие и оптимизм более открыто. Точно так же, как поддержание чистоты и порядка в наших домах, помогает нам ясно мыслить и быть более продуктивными. Очищение энергии в наших физических пространствах и личных биоэлектрических полях способствует повышению вибраций, которые усиливают нашу способность проявлять свои способности. Желание. Организованная и гармоничная внешняя среда усиливает поток энергии, проходящий через людей и проекты. Застой приводит к негативным последствиям, однако чувство открытости как в нашем физическом окружении, так и в наших мыслях и эмоциях может способствовать творчеству. Чтобы создать позитивную атмосферу в вашем доме и офисе, попробуйте включить бодрящую музыку и открыть окна, чтобы впустить свежий воздух во время уборки. Очистите все оставшиеся пятна со стен и полов. Уберите все ненужные предметы, которые занимают место в ваших углах и шкафах. Привнести чистоту в атмосферу можно, если намазать ее шалфеем или Пало Санта и позвонить в колокольчики. Усиливайте желаемые энергии, такие как творчество, безмятежность или страсть, используя свечи, кристаллы и эфирные масла. Чтобы поддерживать уровень своей личной энергии, старайтесь проводить меньше времени с людьми, которые истощают вас, и вместо этого сосредоточьтесь на построении позитивных отношений. Разберитесь со своим эмоциональным багажом, участвуя в разговорной терапии или ведя дневник. Избавьтесь от историй, которые вызывают гнев, обиду или негодование, поскольку они снижают вашу энергию. Примите это как должное, используя преобразующую силу трудных переживаний для развития мудрости. Примите позитивные изменения в своем здоровье, такие как преодоление вредных привычек или улучшение ваших привычек питания. Восстановите свою нервную систему, уделяя приоритетное внимание достаточному сну, оптику и осознанность и проводя время на природе. Урок 14. Взаимоотношения и круг общения с точки зрения вибраций. Качество наших взаимоотношений оказывает значительное влияние на нашу общую удовлетворенность жизнью и субъективное благополучие, выходя за рамки просто материального успеха. Используя вибрационную линзу, мы можем определить, какие социальные связи повышают или понижают нашу энергию, помогая нам добиться позитивных изменений. Обратите внимание на свои эмоции после общения с различными людьми из вашего окружения. Есть ли у вас друзья или члены семьи, которые постоянно поднимают вам настроение, заставляя чувствовать мотивацию, признание и признательность за ваши особые таланты? Или же некоторые из них постоянно вызывают чувство неуверенности, ревности или истощения, что говорит о нехватке энергии? Мы естественным образом поглощаем энергию окружающих нас людей, что влияет на нашу собственную вибрацию. Тщательно выбирайте свою компанию, чтобы обмен был выгоден обеим вовлеченным сторонам. Старайтесь не проводить слишком много времени с людьми, которые склонны распространять негатив через критику, драму или чувство нужды. Лучше вежливо дистанцироваться от них. Затем подумайте о том, поддерживают ли отношения в вашей жизни ваш личностный рост и соответствуют ли они вашим устремлениям. Для установления прочных отношений с кем-либо необходимо быть открытым, брать на себя ответственность и общаться честно и деликатно. Цель партнерства – ценить и принимать истинную сущность друг друга, а не оставаться в тупике или прятаться из-за страха осуждения. Поддерживайте отношения, в которых главное быть честным с самим собой, а не пытаться поддерживать определенный имидж. Найдите поддерживающих вас товарищей, которые будут поддерживать вас даже тогда, когда проявятся уязвимые стороны вас самих и помогут вам принять себя полностью. Эти душевные узы помогают поднять наши вибрации, отражая наш потенциал к величию. Многие люди оказываются в сложной ситуации, когда они чувствуют себя вынужденными поддерживать отношения с членами семьи, которые постоянно заставляют их чувствовать себя ничтожествами. Начните с изучения своих ожиданий и представлений, которые вы создаете о действиях членов вашей семьи. Можем ли мы развить в себе больше понимания, терпения или сострадания, когда речь заходит об их жизненных проблемах, которые приводят к возникновению сложных моделей поведения? Возможно ли представить их реакцию более объективно? Далее важно вести с ними открытый и непредвзятый разговор. Дай им понять, что ты ценишь их отношения и что для обеспечения благополучия обеих сторон необходимы определенные изменения. Четко опиши конкретные действия, которые вызывают у тебя реакцию. Предложи обратиться к психологу вместе, чтобы установить более здоровую динамику. Если соглашение не может быть достигнуто или усилие терпит неудачу, у тебя все еще есть инструменты самопомощи, которые могут помочь защитить твой покой. Установи границы времени, которые ты проводишь со сложными членами семьи, следя за тем, чтобы ты уделял приоритетное внимание себе, уважал их и хорошо оплачивал счета. Планируй ритуалы центрирования заранее и сопровождай их омолаживающими мероприятиями, чтобы восстановить свою энергию. Представь, что твое энергетическое поле окружает мощный защитный экран из белого света, когда имеешь дело с трудными близкими людьми. Когда сталкиваешься с критикой, важно напоминать себе о своей значимости. Не теряй веру в собственные силы и не позволяй обидным словам срываться с твоих уст, не затрагивая тебя. Постарайся переключить свое внимание на то, чтобы ценить положительные черты трудных людей и вспоминать о хороших воспоминаниях, которые вы создали вместе. Это может помочь смягчить любую обиду, которую ты можешь испытывать из-за текущего напряжения. Признай их уязвимость и страх, которые приводят к вредному поведению, не одобряя причиняемый ими вред. Можно перенаправить свою энергию и внимание с того, что беспокоит тебя и других людей, и при этом относиться к ним с уважением и пониманием. Создайте необходимое пространство, сознательно создавая здоровую энергетическую и физическую среду. Урок 15. Вибрационная энергия проходит через ваше тело. Человеческое тело состоит из ряда энергетических центров, известных как чакры, которые расположены вдоль позвоночника от копчика до макузки головы. При правильном расположении эти вращающиеся вихри регулируют различные аспекты нашего «я», включая эмоции, мысли, интуицию и духовность. Физические движения потенциально могут привести чакры в равновесие, ослабляя негативные последствия стресса и истощения, тревоги, депрессии и вялости, которые часто присутствуют в нашем быстро меняющемся современном мире. Корневая чакра помогает заземлить и стабилизировать вашу энергию, обеспечивая ощущение воплощенности и процветания. Силу можно развить, занимаясь такими видами деятельности, как силовые тренировки, приседания, позы йоги, например, воин или пешие прогулки. Сакральная чакра отвечает за управление различными аспектами нашего бытия, включая ощущения, сексуальность, креативность и эмоциональный поток. Эти виды деятельности и упражнения могут помочь активизировать эту область. Солнечное сплетение символизирует такие качества, как уверенность, сила воли и сосредоточенность ума, которые направлены на достижение целей. Такие упражнения, как бокс, гребли, берпи и балансирующие позы, такие как поза дерева, могут усилить вашу солнечную энергию. Сердечный центр оказывает влияние на сострадание, любовь к себе, взаимоотношения и миролюбие. Катание на велосипеде на свежем воздухе, игра в теннис, занятия акваэробикой и упражнения на сгибание спины. Все это способствует распространению позитивной энергии и служению миру. Горловая чакра отвечает за общение, подлинное самовыражение и умение говорить правду. Практика пения, вращение плечами, поза сфинкса и снятие напряжения в шее и челюсти могут помочь улучшить поток слов. Третья глазная чакра, расположенная в центре лба, отвечает за мудрость, интуицию и проницательность. Практика йоги для глаз, выполнение прыжковых упражнений, раскачивание как тряпичная кукла. И умеренные инверсии могут помочь улучшить кровообращение и потенциально повысить четкость зрения. Коронная чакра, расположенная в верхней части черепа, обеспечивает связь со вселенским разумом, позволяя достичь высшей цели человека. Практика квай-гон, мягкое растягивание позвоночника, бег трусцой и поза плуга в йоге могут помочь сбалансировать трансцендентные частоты этой сферы. Исследования показали, что частота употребления продуктов в нашем рационе может оказывать влияние на наше сознание, настроение и поведение. Что в свою очередь может повлиять на наши способности, чтобы что-то проявлялось в нашей жизни. Например, продукты с более высокими вибрациями, такие как фрукты, овощи, орехи, семечки, специи, травы, выманная в дикой природе рыба, имеют длину волны, которая способствует здоровью и ясности ума. С другой стороны, продукты с высокой степенью обработки, мясо с промышленных ферм, сладкие продукты и фостфуд могут нарушить работу мозга. Естественный поток биоэлектричества с его хаотичными длинами волн. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием энергии может оказать несколько положительных эффектов на организм. Доказано, что эти диеты уменьшают воспаление, выработку гормонов стресса и повреждение свободными радикалами, а также повышают иммунитет и уровень нейромедиаторов. Что может способствовать более позитивному настрою. Это обеспечивает четкую связь между диетой и вибрациями. То, что мы едим, напрямую влияет на нас самих. Кроме того, подумай о том, какую умиротворяющую и сбалансированную энергию дает употребление растительных продуктов. Которые могут способствовать развитию осознанности, в противовес потенциально более агрессивному настрою, который иногда может возникнуть из-за употребления мяса. Важно поддерживать баланс, выбирая продукт питания, которые соответствуют вашим намерениям. Найдите поблизости натуральные продукты, которые можно попробовать перед употреблением. Обратите внимание на то, как соблюдение диеты, основанной на осознанном питании, может повысить вашу духовную чувствительность, креативность, интуицию и способность к состраданию. Нас определяют легкие продукты, которые мы потребляем. Урок 16. Чувствовать себя защищенным и сосредоточенным, когда сталкиваешься с трудностями. В трудные времена, которые потрясают нас до глубины души, важно полагаться на стабилизирующие практики, которые помогают нам восстановить самообладание и найти оптимальные решения. Овладение способностью находить баланс и фокусироваться посреди хаоса, имеет решающее значение для поддержания личной силы и формирования собственной реальности. Представьте себе корни, простирающиеся от ваших ног, прочно привязывающие вас к земле, в то время как сильные ветви раскачиваются в разгар шторма. Соединяясь с прочными якорями внизу, от которого естественным образом исходит ощущение стабильности и силы. Представь, что нежный поток света нисходит из космоса, проходит через твою макушку и наполняет позвоночник. Почувствуй, как этот свет излучается наружу, создавая устойчивый и безмятежный столб сияния. Сила притяжения удерживает нас на земле, создавая ощущение стабильности, которое нелегко нарушить. Определите области телесного напряжения, где сконцентрирован дискомфорт. Вдохните в спокойные напряженные области, а затем выдохните, чтобы снять напряжение. Выполняйте упражнения в медленном темпе, пока напряжение в ваших мышцах постепенно не спадет, позволяя им вернуться к естественному состоянию расслабления. Когда вы испытываете прилив психического беспокойства, постарайтесь идентифицировать различные мысли, не увлекаясь связанными с ними историями. Просто позвольте им проплывать мимо вас, как облакам в небе вашего осознания. Направьте свое внимание на знакомые ощущения, тепло солнечного света на вашей коже, твердую опору пола под вашими ногами и мягкое дыхание через ваши ноздри. Когда увлеченные проекты, профессиональные усилия или попытки личностного развития наталкиваются на досадные препятствия. Это может обескуражить и привести к потере импульса и разбитым надеждам. Тем не менее, принятие точки зрения, которое признает препятствие как ценную обратную связь, может помочь вам ориентироваться на наиболее эффективные пути, если вы будете уделять пристальное внимание. Неудачи подчеркивают необходимость внесения коррективов и принятия мер, которые лучше соответствуют желаемым результатам. Подобно мигающим сигнальным лампочкам на приборной панели автомобиля, они указывают на области, требующие корректировки. Вместо того, чтобы быть суровым к себе или к ситуации, попробуйте подойти к ней с любопытством и раскрыть скрытый смысл, стоящий за нежелательными результатами. Подумайте о том, как ваши мысли, слова, убеждения или действия могут непреднамеренно противоречить вашим желаниям воплотить ваши мечты в жизнь. Вы все еще боретесь с сомнениями, коренящимися в страхе, что указывает на недостаток доверия к себе? Могут ли токсичные отношения быть отражением самосаботажного поведения, которое может указывать на потребность в большем количестве любви к себе? Найди и устрани утечки информации. Рассматривай неожиданные разочарования как ценную возможность раскрыть скрытые, ограничивающие убеждения, неразрешенные эмоции или неэффективные подходы, которые необходимо пересмотреть, чтобы добиться значительных улучшений. Неудачи возвращают людей на намеченный путь. Принятие обратной связи ведет к прогрессу и согласованию с нашим истинным «Я». Принимай все, что встречается на твоем пути, так как сложный узор жизни превращает неудачи в возможности для прогресса. Последний урок – замечать совпадения как признаки выравнивания. Совпадения – это те необъяснимые моменты, когда неожиданные озарения возможности для достижения целей или сверхъестественное распределение ресурсов появляются из ниоткуда. Просто когда ты сознательно работаем над достижением желаемого результата. Подобно аномалиям в матрице, совпадения противоречат логике, но дают конкретные доказательства того, что наши намерения проявляются в квантовом мире. Царство, привлекающее необходимые элементы, чтобы превратить наши мечты в осязаемую реальность. Амбициозным предпринимателям звонит идеальный разработчик веб-сайта, который воплощает их видение запуска в жизнь после нескольких месяцев теоретических дискуссий. Одинокой женщине, ищущей любовь, кажется, что она всегда слышит одну романтическую песню о родственных душах, прямо перед тем, как неожиданно встретить свою идеальную пару. Когда желания и вера совпадают и происходят синхронные события, все начинает становиться на свои места. Это может вызвать чувство волнения и уверенности в том, что ты на правильном пути к осуществлению своей мечты. Совпадения также помогают определить направление своей жизненной цели, предоставляя подтверждающие ориентиры. Представьте, что вы принимаете новую методику исцеления и оказываетесь под руководством наставника, который восполняет недостающие фрагменты вашего обучения. Кроме того, вы можете начать замечать последовательности чисел ангелов, которые связаны с символами, связанными со здоровьем. Теперь в вашем распоряжении есть эффективные инструменты для сознательной настройки вашей личной вибрации и формирования реальности на основе ваших намерений. Однако важно помнить, что использование этих способностей к проявлению требует постоянного самосовершенствования. Временные сдвиги могут дать только временные результаты, но воплощение более высокочастотных состояний может навсегда вывести вас на траекторию вознесения, изменяя то, что вы привлекаете в долгосрочной перспективе. Так что продолжайте практиковать эти техники с терпением и добротой по отношению к себе и другим. В этой книге содержатся четкие и понятные рекомендации для вашего путешествия, но только вам решать, какой путь лучше всего соответствует вашему собственному уникальному самовыражению. Попробуйте различные методы, которые могут помочь повысить вашу вибрацию и способствовать позитивной трансформации. Здесь нет строгой формулы, есть только приятные пути к большей любви. Продолжение следует... Продолжение следует...